Здравствуйте! О самых главных событиях Саратова и области расскажу вам я, Михаил Китанин. В Саратовской области новый министр образования. Им стал директор физико-технического лицея номер один Саратова Гарри Татарков. Приказ о новом назначении уже подписан губернатором Павлом Ипатовым. Экс-руководитель ведомства Михаил Горемыко ныне работает директором Энгельского технологического института СГТУ. Гарри Татарков уже приступил к исполнению своих обязанностей. В Саратове стартовал второй этап летней спартакиады молодежи России. Представители различных городов показывали мастер-класс владения рапирами, шпагами и саблями. Всего на мероприятии приехали более ста человек со всего Приволжска федерального округа в возрасте от 20 до 22 лет. Второй этап продлится до 7 июня, после чего лучшие шесть команд поедут на финальный третий тур в Выборг. Зампред федерального правительства Александр Жуков встретился с областными и городскими депутатами в приемной Единой России. Высокопоставленный гость рассказал о реформе здравоохранения и образования. В частности, он отметил, что на модернизацию здравоохранения правительство страны планирует выделить многомиллиардные инвестиции. Также подчеркнул, что это не повлечет за собой сокращение объема бесплатной медпомощи. Депутатов интересовала возможность переезда Ледового дворца на 12 тысяч зрителей из Сочи после проведения Олимпиады. Александр Жуков не исключил Саратов из числа городов, куда могут перевести этот спортивный объект. Главным условием являются подходящие климатические условия. Пляж Городские пески откроется в ближайшие дни. Об этом заявили чиновники администрации города на специальном заседании. Все основные работы по благоустройству солярия закончены. Теперь все зависит от погоды, так как температура воды должна быть не менее 19 градусов. На данный момент прорабатывается вопрос доставки людей на городской пляж. Группа А-студио выступила в Саратове. В зале театра драмы свободных мест не было. Здесь собрались и поклонники группы, и просто любители живого звука. В нашем городе известная группа побывала впервые. Концертом в Саратове А-студио заканчивает свой российский тур. Исполняли песни как из нового альбома «Волны», так и старые, всеми любимые хиты. В перерывах музыканты общались с аудиторией, рассказывали стихи и даже играли в ассоциации. Более двух тысяч семей погасили жилищные кредиты материнским капиталом. Выплата по ипотеке – это одно из направлений использования материнских денег, для которого необязательно дожидаться трехлетия ребенка. Так, уже почти две тысячи семей частично или полностью воспользуясь своими деньгами. В 2010 году размер материнского капитала составляет 343 тысячи рублей. Программа будет действовать до 2016 года. Обратиться за сертификатом можно в управление пенсионного фонда по месту жительства. Вороны атаковали детей. В заводском районе на территории детского сада номер 234 из гнезда на дереве выпил птенец. Испугавшись за свое чадо, взрослые вороны стали защищать его, нападая на детей, которые в это время гуляли. Воспитатели не смогли справиться с агрессивными птицами и вызвали спасателей. Специалисты поймали вороненка и отвезли его в лес. В Саратове открылся новый пункт технического осмотра. Станция расположилась на пересечении улиц Большой Садовой и Пугачевской. Дополнительная станция техосмотра существенно сократит время процедуры. По словам сотрудников пункта, процедура занимает в среднем около 20 минут. Для оплаты госпошлим в помещении установлен специальный терминал. За два дня работы пункта техосмотра прошли уже 17 автомобилей. Подозрительно. Российское бюро кредитных историй вводит новую систему оценки потенциальных заемщиков банков. Организация будет анализировать базы заявок клиентов, тогда как ранее они предоставляли банкам информацию по заемщикам, уже имеющим кредитную историю. Основана система на анализе данных из кредитных заявок и позволяет выявлять подозрительных заемщиков даже в тех случаях, когда кредитной истории у них нет. Получив от системы данные о том, что заявка подозрительна, банк может перевести ее из автоматического вручное рассмотрение и провести более тщательную проверку, после которой принять решение. На этом у меня все. Следим за событиями Саратова и области вместе с Фордпост ТВ.